отлично я забыла сразу нужно просто подключить да всем привет начинаем традиционный и передавая очень интересная тема про планирование да и планирует которое иногда бывает я тебя еле нашла у меня с пойму это чем маска какая-то не знаю не знаю что у тебя у меня маска я в твою маску встроилась нет у меня ничего не пойму тебя твоя а это сегодня интернет подглючивает интернет подглючила лицо как будто вот так вытянутый и нос большой я точно не так ладно давайте я начну тему сейчас татьяна снова еще раз подключиться мы сегодня поговорим про планирование когда огромное количество людей мне задают вопрос дашь как ты это все успеваешь раньше я говорила не знаю и а сейчас я смело говорю что нифига я не успеваю просто потому что сильно очень много дел и как вот сегодня случилось расскажу праву честную историю когда бывает сбиваются вообще все все какие-то мыслимые и не мыслимые планы когда в режиме цвет нота постоянных каких-то дел и еще что-то происходит да как вот там поломка компьютера и так далее я записалась на прием в налоговую сейчас они столько работают по записи я записалась на 18 пятницу очень короче вы уже поняли да я запомнила что-то будет не 18 пятница точно знаю время что в пятницу мне в налоговую вчера утром в четверг просыпаюсь рано утром рано и не могу понять вот что то меня вот тут внутри вот зудить что а налоговая а я не проспала ли а сама себя успокаиваю так сегодня же еще не пятница сегодня еще четверг у нас сегодня прямой эфир там подготовлюсь там то другое третье там все остальные дела а все как раз все документы в 4 приготовлю в пятницу схожу что вы думаете вечером готовлю чек-лист по вчерашнему прямому эфиру и вдруг смотрю на час на дату 19 у меня вдруг так бабах таком налоговую то вроде 18 пятница а чё у нас пятница не 18 я только ночью поняла что я пропустила вчера прием налоговым ну ладно запишусь еще раз ну это про то что да когда у нас есть определенные планы есть определенные записанные важны происходят какие-то быстро вовремя комментироваться вы такие ситуации как у меня вчера произошло до что я в налоговую проспала прямом смысле сегодня то не утром рассказываю тань прикинь я налоговую попутала день ну ладно а если говорить про то что мы сегодня говорим как раз почему женское планирование отличается да от мужского все-таки и я не про то что мужчина и женщина а именно энергетически насколько более гибкая женская ну с моей точки зрения так должно быть чем например очень жестко регламентированное мужское и сколько я не пробовала разных систем таких жестких вот сегодня вот это завтра вот это послезавтра вот это и ты никуда не сдвинешься с места со мной не прокатывает а вот гибкая мне помогает как раз таки быть более эффективны вот сегодня как раз про это и поговорим ой я хотела же написать еще тему сегодня что-то с интернетом не то я на себя не похож а все я может может что сегодня я я налоговую проспала у тебя там эти планирование по-женски либо женское планирование напишите в чат плюсики что нас хорошо слышно видно ну по крайней мере меня и поставьте сердечки чтобы пригласить других участников инстаграма чтобы они узнали что у нас такой интересный эфир у нас фактически всегда очень много просмотра особенно после когда уже есть запись потому что мы его все рекламируем но не так активно без очков все теперь теперь ощущение было как будто я как-то вообще а ну ты видимо себе привык привыкла уже в очках а кристин поставьте там поставьте сердечки для того чтобы дамы что-то правда у тебя с интернетом сегодня ты задваиваешь периодически ну телефон устал 3 дня на телефоне без компьютера поэтому затраиваю задваиваю и он у меня уже делает так ночью заряжаю днем заряжаю и не только нет надо что с интернетом ну давай начнем по поводу планирования всем привет и прям так планирование планирование мы вообще о нас о бабочках будем говорить о бабочках хорошо поговорим о нас о бабочках о наших проблемах о наших глюках когда мы это натыкаемся на всякую ерунду и не знаю мы говорим о о о как бы все успеть и там и дети и все на свете и не знаем куда кинуться а потом блин то не успела это не успела катастрофа какая ужас да девочки согласны если согласны ставьте плюсики сердечки во 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 молодцы да правильно это это мы вот бабочки а мальчики как их назвать мальчики мальчики простите нас если мальчики в общем слушай у нас это у нас свой сленг скоро в рубрике появится бабочки кузнечики что у нас там еще да пошла эта фраза я вчера в прямом эфире сказала где то еще по поводу ленивой мамы да 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 по поводу ленивой мамы тоже пошла сразу эта история по всем всем так понравилось быть ленивой мамой поэтому девочки мы же вообще не планировать расходимся сегодня ну его нафиг в баню будем ленивыми мамами не 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 надо для нашего здоровья для нашего настроения для того чтобы мы вечером себя чувствовали комфортно мы же планируем очень много каждая женщина же планирует и покушать приготовить и любимого там обиходить и с детками побыть и уборку надо гости приезжают нужно шмон навести да и и что тут мы не делаем и стираем и все на свете а еще и надо работать и бизнес строить а еще и для себя любимое как ты вчера рассказывала как нужно действительно себе любимое доставлять столько вообще возможностей и эмоций я просто помню твою эту тему сегодня то что дарья будет рассказывать помню эту тему ты нам прям структуре давала несколько лет назад прям давненько предавненько да я помню это вообще великолепное такое ощущение было я так села и думаю ух ты а если вот так распределить это как вот тут вообще круто ты вообще давай вот я тут развлекаю конечно ты уж начни это нам конкретно по факту что чтоб чтобы девочки берите и траги ручку записывайте потому что вы да потому что там рассказывать ну ну рассказывать очень много я сегодня не говорила так то прям вот четко по полочкам и так далее мне хочется именно поделиться опытом в плане того что вот была вот эта ситуация когда вот так со всех сторон и хочется в первую очередь то у нас что страдает нервная система страдает самооценка я нифига не успеваю внутренний критик орет и так далее и вот я просто помню особенно когда еще влияние со всех сторон там говорят что ты не хорошая жена потому что ты там что к ней делаешь вот мне это надоело да 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 ты не постирала вовремя полы не помыла не приготовила блин ну я человек я тоже могу устать я тоже могу вообще просто тупо не делать ну почему как бы а? просто не хотеть даже а ну да да просто почему вот такое отношение что женщина все должна а мужчина может прийти с работы он устал и он должен отдохнуть а я ну да и вот ты получается когда пытаешься найти вот этот какой-то баланс что все равно надо делать без этого никак кстати тоже вот в нашем марафоне про воспитание и обучение говорили мне очень понравилась идея про дежурство с детьми потому что я хоть и привлекаю но не так активно да что прям дети с 4-5 лет могут дежурить отвечать за какую-то деятельность ну урона отвечает например там за пылесосение вот но если подходить вот к этой вот этому планированию которое да я буду сегодня говорить насколько влияют планеты на каждый день и я помню просто эту ситуацию когда ищешь разное вот я вначале что мужские стили планирования мне не подходят мне лично не подходят кому-то я знаю очень хорошо заходят они живут в четких графиках что нужно вставать там каждый день в 8 утра или каждый день в 5 утра там в такое-то время тренировка в такое-то время там зарядка и так далее я ну мне тяжело в таком ритме работать я знаю меня не хватает надолго потому что я знаю в какой-то момент я скажу баст карапузик я сегодня вообще не встану ну просто не хочу ну а иногда знаешь просто не могу уже когда физически вот в таком режиме ну не хочу и не буду и все и поэтому когда я натолкнулась на эту информацию по поводу вообще да вот этой флайл-леди система когда там уборка сочетание там когда чего где по зонам честно даже парилась по зонам прям что там надо найти какой-то предмет который всегда нужно мыть на кухне да потому что кухня это женская зона и там плита или стол или раковина должны быть всегда чистыми сейчас я понимаю ну мне прежде всего мое состояние и вот я не буду убиваться вечером после двух трех вебинаров это с другой стороны хороший такой намек да и хороший момент когда у женщины все чисто но когда женщина делает много дел и и работает еще параллельно то я считаю что вот ну конечно у всех свое потому что некоторые привыкли каждый день убираться кровь из носу я физически не успею убираться каждый день но никак да конечно у тебя держать у тебя побежал да да держать в порядке это одно а генералить это другое да 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 и у тебя такая же ситуация когда трое детей фиг успеешь главное чтобы были чистые и сытые не поверишь если трое детей нету и я не успеваю изучая как день проходит потому что работы очень много ну понятно да это понятно хочу просто лежать уже уже все уже отдохнуть глаза ну тут видишь как ночью и все тут конечно дело приоритетов если вот говорить про приоритеты то для меня я вот поняла да что планировать вот тогда как раз она в вебинаре показывала очень такую структурную систему я не доставала тетрадки потому что ну как бы это уже в памяти и таким образом вот чем хорошо когда начинаешь какое-то формировать привычку удобно комфортно она входит в привычку и ты потом даже не замечаешь как это как это естественно поэтому я действительно прописываю желание да начиная с чего планирование я прописываю желание и желание намерение на год причем ну как бы традиционно мы это делаем в новый год я все-таки убеждена ну вот сейчас уже да по ходу дела что все-таки год для нас ценен наш личный персональный потому что у нас есть да как ты знаешь из нумерологии что есть свои задачи на определенный год ну и по большому счету хорошо бы их синхронизировать вот поэтому можно хоть на год писать хоть на свой личный персональный год и я пишу просто такие большие потом их объединяю по сферам жизни у кого-то это четыре сферы основные да это там красота здоровье деньги бизнес или карьера это личностное развитие и что у нас там да что у всех много там вообще здоровье и красота там может быть двадцать или я уже сказала там может быть двадцать восемь и пятьдесят кто-то их берет восемь кто-то их берет двенадцать кто-то берет только четыре базовые я беру в основном вот при планировании четыре базовые отношения красота здоровья отношения я сегодня как хана просто бульк да ну что-то что-то у тебя прям это у тебя может быть что это у меня ну потому что ты троишь Напишите в чат, кого лучше видно. Да мы обе троим. Ты у меня, а я у тебя. Зависаем. Я не знаю. Ну, я сегодня он уже с МТС-ом ругала. Все. Вот. Ну, это я потом расскажу, если время останется, или вообще в сторисах. Предупрежу всех, чтобы были все бдительные. Расскажи, пожалуйста, это такая классная штучка. Я хоть вспомню. А, ну вот я просто двигаюсь, чтобы это была понятна логика, как потом это выстраивается. Все очень хорошо. Я распределяю по сферам жизни, а потом по месяцам. И, соответственно, конечно же, мы сразу видим, что, например, вот в таком-то месяце у нас там стоит первоочередная задача – отдых. И, соответственно, нужно к этому отдыху когда-то купить билеты, что-то спланировать, куда ехать и так далее. То есть оно очень классно сразу делает основные какие-то большие пункты, да? Если у нас там в октябре… Направлено и мысли, и действия, и все остальное. Да. Да, на что фокус? Фокус месяца, да, получается. Если у нас в октябре поездка на форум, то мы понимаем, что до этого времени нужно хорошо поработать, потом нужно купить билеты, забронировать гостиницу, да? И мы это можем действительно делать все постепенно, чтобы это не делать в последние два дня. Хотя с этими карантинами сейчас не знаю, что вообще будет с этими, с перелетами, поездами и так далее, но это другой уже вопрос. Ну, как бы в нормальное время, в котором мы сейчас живем, ориентируемся, что все стабильно и все круто. Вот. А потом уже мы переходим к еженедельному планированию. И вот тут как раз вот эта вот система «мне срочно, важно, неважно, не срочно», ну, никак не вкатывала. Ну, вот, ну, не, я не могла вообще. Она меня дезорганизовывала, наоборот. Ну, это классно. И я начала просто... Ну, видишь, у меня так характера более мужской. Ну, да, у меня более... Такой характера более мужской. А у тебя такая... Ну, вот я говорю... Девочка, девочка. Бабочка. Вот. Вот. Хорошо, что не кузнечик. Сейчас кто подключается, думает, какие бабочки, какие кузнечки. Поставьте сердечки нам, если вы не поняли, кто бабочки, кто кузнечики. Вообще, при чем здесь планирование? Мы определили, что девочки бабочки, а мальчики кузнечики, кто присоединился вновь. Да. Итак, давай, я тебя перебиваю. Норм. Хорошо. Конечно же, есть у нас какие-то срочные дела, которые мы точно так же просто берем и фокусируем. Но я заметила одну очень интересную... Во-первых, я натолкнулась на эту информацию. Из моих сильных сторон, если я что-то ищу, информация приходит. И я ее начала просто... Вот сейчас я понимаю, да, как это работает. И, соответственно, зачем назвали? Да так, мы просто прикалывались. Про бабочек, это так просто к слову пришлось. Скажет о нас о бабочках. Я говорю. Да, и все. И все, родились кузнечики. Шаляй, валяй. Наши поговорим об этом. Любимое дело. Ну? Да, 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 да. Все в неформале. И вот натолкнулась на информацию о том, что каждый день недели покровительствует та или иная планета. Причем вот раз у меня все было потеряно, соответственно, я же не могла найти старую презентацию, то я снова перечитывала информацию. И у нас же 7 дней в неделю, а планет 12, да, помимо там еще двух под вопросом, ну, как бы еще Солнце и Луна, и, соответственно, остальные тоже влияют, не только те, да. И там, сейчас скажу, у понедельника и воскресенья только нет двух планет, у остальных дней две планеты. Но сегодня не буду так вам заморачивать голову, потому что они просто... Вторая планета усиливает, высшие планеты, они усиливают вот это вот состояние. Мы это очень классно отследили с Татьяной, когда был какой-то период времени, и каждый вторник у нас... Ну, я не скажу, что у нас доходило до драки, да, но в онлайне не дойдешь до драки по телефону. Ну, правда, чувствовалось, да, напряжение, причем это было, когда мы разговаривали, особенно если мы что-то начинали планировать, какую-то деятельность во вторник, мы вот прям... Не друг с другом, а вообще? Нет, нет, бывало, что и друг с другом, мы чувствовали, что оно вот прям начинает светиться, да, все вокруг. Вышибало технику, мы обязательно с кем-нибудь могли поругаться вот в окружении, и просто что-то как-то вот это все состыковалось, и мы поняли, что, а ведь реально планеты работают, ну, вот таким образом. И тогда просто Таня накидывала, что вот такая есть тема, и вот как раз потом родилось вебинар по темам, по этим. И вообще принято считать... Можно я тебя перебью? Вторник Марс, да. Ты про это скажи. Ретроградный Марс влияет на вторник? Нет, ну... Собаку! Нет, он не ретроградный. Это сейчас ретроградный Меркурий, да, который нам позволяет как раз-таки... Кто-то его боится, а кто-то, наоборот, считает, что это классное время, чтобы вернуть все начистое. Поэтому если у вас там незаконченная книжка, заканчивайте, там, недоделанное дело, заканчивайте, есть возможность проанализировать и закончить свои дела. Но если мы вернемся к неделям, то если мы будем учитывать вот эти аспекты, какая планета на какой день влияет, то классно можно жить по вот этим ритмам. И планировать дела, они будут более эффективны. И вот во многих, кстати, календарях неделя начиналась с воскресенья, не с понедельника. Это у нас принято считать понедельник первый день. На самом деле у многих, и я думаю, что, честно, я не изучала или уже забыла эту информацию, я думаю, что у славян, скорее всего, тоже с воскресенья начиналась, именно потому, что день управляет солнцем. А солнце — это очень мощная такая энергия. Воскресенье, да, воскресенье. Такая, так скажем, она жесткая, потому что сильная всё-таки, но это энергия радости, энергия творчества, энергия вот этого подъёма. И вот в эти дни, конечно же, важно быть, вот ощущать вот этот подъём, прилив энергии и так далее. Важно отдыхать, важно заниматься чем-то интересным, чем-то таким, что тебе нравится. Не просто ты должен, а нравится. Поэтому, может быть, у нас... Хобби какой-нибудь используем. Ты имеешь в виду, какое-нибудь хобби делать? То, что кайфуешь от тебя? Да, 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 да. Любимое дело. То есть это может быть хобби. Если, например, да, у нас стёрлись грани, там, не знаю, что это, хобби, стиль жизни, или любимое дело, то, конечно, ну... Воскресенье как раз это день планирования, это день масштабных, то есть это масштабная энергия, очень много её, и поэтому можно, да, планировать следующую неделю, но не исходя... Ну вот убрать вот это... Должна быть лёгкость. Не нужно... Мне сегодня надо запланировать и прописать... Вообще женское планирование, оно должно быть не вот такое, прям... Да. А оно должно быть так. Что бы я... Вот тогда бы я сделала вот это, а вот это вот рекомендуется вот это. И если вот с этой лёгкостью подходить, тогда и дела будут складываться, и делаться всё будет на лёгкую руку. Ну, вообще про... Да, я сейчас пропагандирую, что жизнь должна быть лёгкая, и поэтому вот как раз энергия солнца, она помогает вот эту лёгкость ощущать, ну, не приближая, потому что многие почему-то наоборот, да, что-то такое тяжёлое, тире-пыра-тире-потрали-вали. Это день про творчество, и поэтому действительно можно здесь, если планируете какие-то вещи, да, следующую неделю, то тут могут включаться инсайты, прям какие-то идеи приходить прикольные. Если вы на этой волне, да, то есть мы всё равно не забываем про то, что надо сонастроиться, потому что, ну, если ты, ну, просто, ну, вот Даша сказала, Кресенье, надо планировать. Я сел планировать, мне грустно, тяжело, плохо, я нифига не хочу ничем заниматься, то, конечно, ничего не будет. Ну, то есть надо почувствовать вот эту лёгкость, там, потанцуйте, погуляйте, позанимайтесь любимым делом, а потом на этом вдохновении что-нибудь уже планируйте. Вот. Я представляю это. И тогда... И тогда... С утра встала женщина. Так, милая, я пошла танцевать, потому что мне надо сонастроить. Поплясала, потом пошла дела делать. Ты про это? Ну, это можно по-разному делать, это же можно договориться, да, что в воскресенье кто-то вообще с самого утра встаёт и всегда танцует, поднимает себе настроение, и напишите в чат плюсики, те, кто танцуют каждый день, поднимают себе настроение, уделяют себе время, любимое, это всё вот про это, да, то есть, ну, вот, прокачать эту энергию солнечную, тем более. Да, при сне, я думала, начали плюсики писать. Поэтому, знаешь, вот это вот... Тут такой нюанс. Это день для вдохновения, для творчества, для какого-то позитива, для праздников, для прогулок. И... А у нас чаще всего воскресенье, это что? День уборки. Вот я помню, блин, мы с мамой каждое воскресенье драйли всё, пылесосили, всё вытирали. Что мы делаем? Потому что люди целые, всю неделю на работе. Да. И у них настаётся, получается, суббота-воскресенье, когда вместо того, чтобы идти, например, и где-то вместе быть с семьёй, с детьми, где-то на природу, где-то какие-то удовольствия, сейчас лето на озеро, ещё что-то, в этот день начинается мурыжение всей семьи, мурыжение детей и мурыжение мужа. Вы знаете, можно я тебя перебью, я помню, вот у меня очень папа был мудрый в этом плане, прям великолепный, мама по старинке, что вот надо убираться там в субботу, в воскресенье, а папа говорил так, так, короче, он приезжал резко и говорил, все, сегодня едем с вами на рыбалку, мама говорит, убираться надо, бросай, она, так у меня стирка в машинке, он говорит, бросай. И мама вот в хорошем момент, она бросала, потому что вот это правильный подход, если мужчина, у него есть энергия, он хочет вот, чтобы вы вместе куда-то рванули, бросайте все дела, езжайте, наслаждайтесь. И у нас получалось, что мы всей семьей в субботу уезжали, в воскресенье в 4 утра вставали с отцом, на утреннюю зорьку мама спала, потом она готовила, мы рыбачили. У нас получались великолепные выходные, мама отдыхала за эти два дня великолепно, приезжали домой и вместе доделывали эти дела. Это вот действительно правильный подход. А так бы все бы выходные на смарку бы ушли. Правильно? А как ты сказала, еще детей приучать? Если приучать детей, тогда получается, ты часть работы делегируешь, может быть, даже большую часть. Может быть, ты делегируешь в пятницу, в пятницу убрались, а выходные вот как раз вот, ну вот на воскресенье, вот с этой энергией пойти. Правильно мысль? Никто не обманет. Вероятность этого маленькая, потому что в этот момент, ну особенно если вы еще и в прокачке, да, прокачанная такая энергетически доверяете себе, то вероятно, что вас обманут меньше, что продукты будут тухлые еще меньше, да. И вот этот как раз заряд. У меня даже был момент, что покупала ноутбук, по-моему, в воскресенье, да, в воскресенье. И была мысль, блин, может, до понедельника оставить? В понедельник точно меня не обманут. Но все-таки воскресенье – это вот состояние вот этого приподнятого настроения, творчества, вдохновения. И раз мы тут на позитиве и погуляли, и деткам велики купили, понятно, что я думаю, значит, все замечательно, все сложится самым лучшим образом. Все, ну, все, ну, да, через удовольствие, через кайфушки. Ну и вот как раз переходим к следующему дню. Это Луна. Понедельник. Понедельник, Луна, да, Луна управительница. Луна поетит время. Да, да, да. Да, да, есть люди, разные, да, системы – это когда люди очень зависимы от Луны, или Луна восполняет энергию людей, да, определённых. Здесь женская энергия – это день интуиции, это про день такой душевности, про… иногда бывают излишне эмоциональные, то есть иногда это бывает слезливость, потом радость и так далее. То есть может быть такое в том числе и в понедельник. Но всегда этот день больше был про общение, про встречи, про вот это интуитивное принятие решений, про покупки, да, очень полезно, как я уже сказала. Делать женские процедуры очень хорошо, это в том числе и окрашивание. Там в понедельник, да, то есть именно потому что женской энергии очень много. Но почему-то у нас… то есть этот день выходной, это тоже один из дней, которых хорошо восстановить там тело, да, в воскресенье, ну так больше, потому что энергия пожёстче. А понедельник – это про душу. И почему нам очень многим, да, многие говорят, что понедельник – день тяжёлый, да потому что работать не хочется в этот день, хочется отдыхать, хочется почитать, хочется уединиться и так далее. И вот в этот день, почему я говорю, два дня, вот я когда вводила вот этот режим, у меня понедельник и пятница – это дни женской энергии, делаем спа-процедуры, ходим на маникюр, там, педикюры, процедуры, массажи, там, всякие спа. То есть доставляем себе удовольствие, прокачиваем свою женскую энергию. Дела. Что? Дела. Дела? Нет, ну, понятно, что есть дела. Нет, вопрос. Ну, какие дела с женской энергией? И если это связанный бизнес с красотой, то, конечно, он будет очень хорошо вписываться. Я про внутреннее состояние, а из этого уже планируем дела. Что, например, да, если у нас по понедельникам, например, там, планёрка, то понятно, что, ну, как бы её есть неотменяемость целей, да, у нас уже запланировано. Что мы делаем? Мы в первой половине дня прокачиваем свою луну, мы доставляем себе удовольствие. Во второй половине дня мы сели, поработали, то есть мы наполнились. То есть важно вот в этот момент доставлять удовольствие, да, себе. Вот. А мне так что? Я отменила понедельник, у меня понедельник был всегда, после каталога, всегда отдых. Сейчас я сижу и понимаю. У нас собрание перенесло на понедельник. Нет, ну это логично, что начинать надо всё-таки с первого дня, да. Клюитивно, я прям конкретно сказала, в понедельник я отдыхаю. Лунный день, жизненная энергия. Ну, день тяжёлый, многие говорят, в понедельник. А если к нему относиться по-другому, тогда он не тяжёлый, он, наоборот, нормальный. Он тяжёлый, потому что в отчетении неправильное было. Да, да, это в том числе и поэтому. Потому что, да, действительно, солнце нас заряжает. Энергия понедельника луны заряжает несколько по-другому, да, вот эти вибрации, плавности. Здесь в понедельник очень хорошо, помимо всяких удовольствий, подойдут, ну я не скажу, знаете как, уборка в удовольствие. Ну вот если, например, вам нравится мыть полы, моть на здоровье, то есть можно что-то испечь, приготовить что-то вкусное. Кому нравится. Не готовить, кому нравится не готовить. Или готовить только по понедельнику. Мне нравится, очень готовить, но пусть я это ненавижу. Готовить в удовольствие. Да, раз понедельник это опять же про тело, про СПА, про удовольствие, то здесь можно еще и про здоровье позаботиться. Это будут хорошо, ну как, походы к врачам, это те же массажи, какие-то оздоровительные процедуры, да. То есть это будет тоже хорошо. И мы тогда просто в эти дни вписываем, да, мы звоним врачу, и он говорит, есть вот такие дни. Мы говорим, так, в какой день хорошо? О, понедельник, хорошо, будет заняться здоровьем. Я записываюсь на понедельник. И когда вы таким образом вспоминаете, какой день и что лучше делать, вы планируете вот как раз так созвучно, чтобы это было эффективнее. Ну и перейдем к нашему любимому Марсу. Это одна из моих, ну это, таких сил, это планет, да. Морник, да? Да, 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 потому что у меня, я как раз еще когда искала этот материал с прошлого вебинара, натолкнулась на свою натальную карту, и у меня Луна и Солнце в Марсе, поэтому энергии-то у меня полно. В общем, Марс... Я не понимаю, энергия Солнца в Марсе. Солнце и Луна в Марсе во время моего рождения. Это день про активные действия, это про спорт, это про движение. Но здесь есть такая опасность, Марс... Чего ты сказала, что вторник, скандалы? Хороший вторник! А потом... Про активность! Форт! Да, это если-то под этим смотреть, это классно. Здесь надо просто иметь в виду, что Марс – это про агрессию, про агрессивную энергию. Ну да. И есть опасность, что надо следить за словами, надо следить за мыслями, ну что-то не делать. И вот поэтому, например, на вторник, когда вот я планировала, особенно по зонам, да, как рекомендуется во «Fly Lady» распределить и квартиру по зонам, и тогда вы будете просто в один день убирать что-то, и всегда будет, ну как бы поддерживаете чистоту. На вторник я поставила помывку полов, пылесосинья и унитазы, да, унитаз и ванна, потому что там, где требуется большая физическая активность, то есть вот это вот много агрессивной энергии... Не хватает ассинья туда, туда, физически... Да, в унитаз! Да, в унитаз! Полы отдрают, да? Вот, и, конечно, здесь, если мы... Перебиваю прям, прости. Если вы раньше планировали воскресенье уборку, вот, на вторник, самое то, что надо. Ну, имеется в виду вот прям что-то такое, вот генерал какую-то сделать пополам. Да, 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 когда... Потому что во вторник, вот за счет того, что много этой энергии, мы ее рискуем выплеснуть вот в какую-то агрессию. А если мы в этот день пойдем танцевать, если мы пойдем заниматься спортом, чем-то активным, ну, а если касаясь домохозяйства, да, то это как раз активная уборка. Что у нас самое активное? Это вот драние санузлов, да, чтобы... Ну, потому что все равно как бы больше физической силы нужно. И полы, да, то есть это нужно пропылесосить. Ну, я говорю, у меня за это отвечает сейчас Ромка, поэтому я говорю, Ром, пропылесосить, а я уже потом протираю, да, соответственно. Вот. И что еще у нас тут во вторник? Ну, да, вот как раз по поводу конфликтности это надо учитывать. И поэтому надо физически... Дополню, когда мы с тобой это... Когда ты нам тогда эту тему дала, и я заметила, что я человек вроде бы не конфликтный, но я взрывоопасная вот такая зверюшка, которая... Там даже кузнечиком и бабочкой не пахнет. Там дракон. Особенно вот когда во вторник. Я просто взяла себе за правило, я во вторник стараюсь никому не звонить, ну, вот специально, чтобы меня нигде вот так не зацепило за крючочек. И когда мне звонят люди, и я, если внутренне... Если мы просто разговариваем нормально по вторникам, но очень часто, говорю, замечаю, что по вторникам меня где-то вот цепляют какие-то моменты. Поэтому я стараюсь разговоры уменьшить количество. Количество разговоров и длительность разговора. А для того, чтобы уменьшить, я для себя... Вот для меня вторник действительно был вот... Вот это ужасно что-то для меня было. Это вот у меня очень много раз было, когда агрессия при агрессии. Я именно на вторник планирую большое количество дел. Для того... Да, вот я так делаю большое количество дел таких, тогда мне меньше приходится разговаривать. Поняла, про чем? То есть то, чтобы меня не отвлекали. Взял такой наушник и отключился. Я говорю, я просто на вторник делаю такие дела, которые, чтобы меня не отвлекали. И тогда мне приходится меньше разговаривать, чтобы не реагировать на людей. Может быть, они и ничего плохого не хотят, а реакция может произойти. И чтобы не их не обидеть, чтобы самой. Я говорю, солнце, прости мне некогда. У меня сегодня день такой вот серьезный. И у меня как раз в вторник был структурное собрание. Поэтому я занята была всегда, и мне было некогда. Я занималась анализом, творчеством и всем остальным. И практически ни с кем не разговаривала. Ну, вот такой момент. Ну, во вторник, видишь, очень много уже энергии. Поэтому можно ее уже в дело. Да, да. Понедельник проанализировали, во вторник уже в дела. Не пойму, мне кто-то позвонил и сбил эти все настройки. Ну, звук есть. Ну. Вот. Вернемся к дням, неделям, что смотрю, тут времени уже столько. Да. Время летит. Меркурий, покровитель среды. Это легкий, подвижный день, покровительствует общению, предпринимательству. И, конечно же, отвечает за интеллект. Поэтому по средам очень хорошо изучать что-то новое. Возможно, да, проектировать какие-то прям такие большие проекты. А договора? Потому что это, с одной стороны, вот эта легкость, а с другой стороны, про ум. А договора заключать, Даш? А? Договора заключать в среду – хороший момент? Да, 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 да. Заключать договора – это точно. Ну, бизнес-встречи проводить какие-то, какие-то вот такие серьезные движения. Да? Угу. Да. Уже как бизнес-леди себя вести, не как мама и это, и жена, а как бизнес-леди в среду. Самое то, что надо, да? Да. Единственное, что здесь надо быть внимательным, потому что есть риск обмана. Да, то есть, ну, есть такой момент. Поэтому хорошо делать деловые звонки, договора, какие-то семинары. Я бы даже сказала, может быть, не договора заключать, договоры, может быть, скорее всего, лучше в четверг делать. А вот договариваться и обсуждать. Назначать встречи, назначать виду встречи, назначать какие-то действия, то есть, конкретно, понятно. А очень хорошее, если взять нашу деятельность, по средам очень хорошо, например, в оффлайне, да и, в принципе, я думаю, в оффлайне тоже можно это при, ну, как бы, обыграть, да? У нас прямые эфиры с тобой в основном по средам. Это у нас технически нам приходится переносить на какой-то день. Вот мы сегодня перенесли. Да, да, да. В среду очень хорошо заниматься продажами. То есть, если вы запустите какой-то продажный курс, ну, продажу курса, или вы пойдете на продажу какого-то продукта, то есть, это тоже очень хорошо сработает плюс именно на быстрые сделки. Это вот 100%. Потому что здесь вот эта вот легкость принятия решения, она сказывается и в том числе на покупках людей. Ну, контакт, наверное, проще происходит с людьми. Если во вторник там, может быть, что-то сработать не то, то по средам контакты лучше, да? Взаимоотношения складываются. Да, 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 да. Потому что это про отношения, да. Да, вот сейчас нормально. Давай, ты появилась. Давай, четверг. У меня что-то это самое. То связь, то наушники ерунда, а то я тебя не слышу. Юпитер. Юпитер – это планета высших идеалов. Это тоже про изучение, про филособствование и про… Вот здесь как раз очень хорошо заключать договора, обращаться в какие-то государственные органы, да? То есть, если вы планируете, то как раз на это обратите внимание, когда вы идете, куда и так далее. Уже замечаю неоднократно, что четверг – это очень хороший день для инвестирования. То есть, в этот день можно как раз рассматривать проекты для инвестирования, возможно, что-то запускать, да, которое связано будет с вот таким подтекстом получения дохода. И здесь еще, ну, тут и про спонсорство, и про инвестирование, про как раз-таки заключение договоров, можно идти к начальству, просить о повышении, о зарплате, повышении, да, и так далее. То есть, это тоже про общение, про коммуникацию. И про… да, еще вот про Юпитер. Если мы, Меркурий, говорим там больше про обучение, то Юпитер – это больше про что-то масштабное. То есть, это про увеличение. То есть, и тут можно, да, вот… То есть, это мероприятия хорошо крупные проводить четверг? Да, да, именно, чтобы был масштаб. Масштаб. Почему, может быть, инвестиции, да, очень хорошо в четверг, потому что инвестиции – это ты работаешь на увеличение. Если мы проект какой-то запускаем на масштабирование, он тоже классно пойдет, если будем упор делать в четверг, да. Ну, соответственно, например, если какие-то… Ну, вот если возьмем домашние дела, я имею в виду женские, да, планирование. Что мы делаем? Ну, во вторник, понятно, убираемся. В понедельник мы наполняемся, во вторник все драем. В среду у нас есть прекрасная возможность пойти на продажи. У нас прекрасная возможность или запустить, да, что-то такое, связанное с продажами. Переговоры, обращаемся к клиентам, делаем рассылки и так далее. То есть, это день, когда будет очень хорошая коммуникация. И изучаем что-то новое. То есть, среда – это для изучения. Мы можем прям запланировать, что в среду я сегодня занимаюсь только вот какими-то там курсы смотрю, видео там, что-то прописываю и так далее. В четверг мы уже можем пойти это реализовывать, воплощать, увеличивать. В среду получили, в четверг пошли. Да, команду создавать и так далее, да. Если про домашние дела, раз они все-таки как бы, ну вот к этим сферам не очень, ну вот так, да, то я точно так же делала какие-то маленькие дела. Ну, например, я могу изучать там какой-то видеоурок и, например, там перебирать вещи. То есть, я прям иногда так делала, да, что я вот втыкаю наушник, слушаю вебинар и могу параллельно перебирать вещи, запускать там стирку и так далее. То есть, это вот такой день, очень, ну, можно несколько дел, да, делать, легких. В этот день очень хорошо, если мы говорим про среду, да, возвращаемся к коммуникации. Занимашки, развивашки с детьми. Не возвращайся, время много. Иди ты, вот, пожалуйста. И понятно, да, про среду, про четверг, как в это можно прям вписывать дела. Конечно же, моя любимая пятница. Ну, вот как я могла её пропустить? Я сегодня утром такая стою и думаю, надо готовиться к прямому эфиру, надо доделать, а может, чек-лист делать. Потом, нет, пойду-ка я в душ, оксикарбокси, масочка, ну, всё, как традиционно. Дела делами, а красота в расписанию. Пятница – это День Венеры. Это женская энергия, это тоже про наполнение, это про всё, что связано с красотой, про здоровье. И мы сейчас в порядок, встаем, нажим чужунку и говорим, милый, сфотографируй меня, пожалуйста. Милый птичек, я твоя бабочка. Вот, поэтому на этот день как раз тоже запланируем посещение салонов красоты, парикмахерских, магазинов. Это тоже про женскую интуицию, поэтому… Соппинг, да? Хорошо. Да, платья какие-то, то есть дорогостоящие покупки, ну, именно по-женски. Это именно про женские, как это созвучно с мужчинами. Мой колбасочки. Мы тоже вас рады видеть. Да, да, да. Мы все и попольные. Поэтому пятница – это про День красоты. То есть это вот наполняем прям свою, качаем Венеру для того, чтобы она у нас прям такая была потрясающая. Конечно же, это тоже про взаимодействие, общение с друзьями. То есть это все, что нас наполняет. И с любимым, наверное. Скажи с любимым обязательно, Венеру. С любимым надо не только по пятницам взаимоотношения. Я неправильно. Я про то, что, наверное, в День Венеры нужно ему говорить – ты самый лучший, ты самый великолепный. Тогда это у вас получится очень естественно. И он будет, как вот тот кузнечик. Бег, 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 бег. Что мило для тебя сделать? Пойдем купим тебе красивые туфельки. Надо с утра привести себя в порядок, поластиться, сделать из себя кошечку. В каком-нибудь красивом суперкарке, в платьичке. Он растает, и будут вам подарки. Ну все, День Венеры. У меня есть предложение. Давай следующий прямой эфир тоже в эту тему. Я сейчас вспомнила, я же специально ходила в определенное время к психологу. Ну как, не к психологу, у меня так получилось, что... И она нас учила женским хитростям, как правильно себя вести, как женщина. Давай продолжим. Следующую тему сделаем в этом же направлении. Давайте пишите в чате, кто за, про женские хитрости в отношениях с мужчинами, ну с партнерами, да? Да, и с это... Ставьте плюсики или разные реакции в чат и ставьте сердечки. Очень классная тема. Да, там есть прям сердечки, да. Суббота, 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 Дашенька, суббота. Суббота? А, то есть про Венеру все понятно? Про пятницу все. Не-не-не. Только занимаемся собой. В тему прошлого моего вебинара, эфира, да, вчерашнего. Да. Если мы каждый день уделяем хотя бы час времени, то понедельник и пятницу надо по полной. Вот прям по полной себе уделить время. Ну и суббота – это день Сатурна. Это день ограничений, день очищения, день самодисциплины. Вот в этот день как раз хорошо убираться. Это день очищения. Это про очищение организма, это про очищение пространства, это про обнуление, про обновление. То есть он как раз таки позволяет нам отсечь ненужное, да, вот с позиции, что вам сейчас функционально, что нет. Это важно понять внутреннее свое состояние в субботу. То есть это тоже про день медитации, про день вот такого духовной работы с собой. Но, да, в этот день очень хорошо делать ритуалы очищения. Ну погружение в себя получается, да. Ты делаешь какие-то дела, но погружаешься в себя, думаешь, мыслишь, может музыку какую-то поставишь, такую, которая наполняет тебя энергией, например, вот медитативную какую-то, да, согласна? Да, это именно вот такие высокие духовные вибрации в этот день. Да, конечно, мы не можем постоянно быть в таком состоянии. И в этот день как раз хорошо заниматься уборкой. Именно в субботу, когда вы расхламляете шкафы, делаете какие-то такие. То есть вот в субботу можно генералить. То есть вы можете с утра, например, попить воды, какой-нибудь очищающий чаек, а потом тык-тык-тык-тык-тык-тык поработать, чтобы запустить вот этот усиленный обмен веществ. Если мы во дворни, помоем полы, чтобы не психовать, то в субботу это получится просто протереть пол, хорошая швабра, это фаберлит, например. Ну, пол, да. Помимо пола же мы можем на субботу, то есть раз в неделю мы можем делать, например, на одной неделе. А что еще в субботу можно сделать, чтобы погрузить? Ну, вот я говорю, например, расхламить шкафы, потом перебрать на кухне полки, да, то есть что-то ненужное, там, оптичку разобрать. То есть мы можем точечно запланировать себе дела, там, не знаю, документы перебрать, потому что, да, мы иногда складываем это все. В этот день можно расхламляться. А по дороге протерли полочки. То есть как бы, когда вот про это начинаешь через вот такую призму думать, оно, уборка не становится уборкой, какой-то тяжелой обязанностью, а ты по большому счету живешь в этих ритмах, и все классно складывается. Ну, гораздо лучше складывается, чем если ты идешь наперекор, да, если ты в воскресенье все драешь, а нужно, наоборот, отдыхать. А природа устроена, наоборот, получается, в субботу нужно внутренне очиститься, пространство очистить вокруг, прибраться. А воскресенье наполнится, и всю неделю провести э-гэ-гэй позитивно в настрое. Я, знаешь, а вот, например, то, что ты говоришь, медитативное, а в субботу, наверное, хорошо где-нибудь вот у воды можно побыть, вот, вот, чтобы наполниться. Можно. Ведь, например, эту позу лотоса, да, наполнить. Да, я в позе лотоса даже сейчас. Я тоже на диванчике развлекаюсь. То есть, и это как его, и прям вот сесть, и прям наполниться у воды, там же хорошо думается. Я вот просто... Да, например, если я что-то сделала, к вечеру поехал. Есть и другие, когда хорошо это делать. Для женщин это хорошо, опять же, понедельник и пятница. В воскресенье тоже можно это делать, это тоже про наполнение. Тут именно, знаешь, как, сонастроиться со своим внутренним состоянием. И если вам хорошо у воды, супер, то есть можно просто по телесу посидеть, да, или просто на улице, например, да, как вот иногда бывает, особенно это мам касается. Вы ходите на площадку, дети играют, а вы просто можете воткнуть наушник и просто слушать классную музыку. Всё, то есть вы как бы вот... Игруй день такой, перезагрузки, вот этот день для этого. Я бы ещё добавила, пока у нас есть время, вот совсем недавно услышала, то есть я вообще сегодня, когда думала, о чём буду говорить, я поняла, что вообще, в принципе, мы живём в разных циклах. У нас весь организм в циклах, жизнь нецепличная, у нас есть кризисы психологические, которые, ну, по большому счёту тоже есть определённые циклы. И если мы их понимаем и знаем, нам легче живётся, да. Если женщина знает, когда у неё вот этот цикл, то, блин, ей легче живётся, она может этим управлять, да, но это физиологически чисто, я говорю, нежели наоборот. То есть ещё один цикл, я услышала как раз от астролога Юлии Рыж, по поводу, если женщина живёт для всех касается, просто про женщин я точно знаю, что эта сонастройка классно работает, у мужчин всё-таки другие энергии, они не всегда под властной луне и не так реагируют на неё. Ну, они по-другому, они живут, у них по-другому принципу подхода, ну. Да, и вот как раз-таки мне очень понравилась идея, что попробуйте жить под циклом луны. Я ведь согласна, помнишь, когда мы с тобой обсуждали, что ты одна из тех, кто вот гармонично может жить по циклу луны. То есть когда она у нас обновляется, да, вот эта новолуния, и она начинает расти, несколько дней, вроде как бы непонятное состояние, а потом подъём в середине цикла, да, вот этого, там, по-моему, 15-16 день. Наоборот, огромное количество энергии у луны и у нас. Я стала как раз после этого прям замечать, действительно, по энергиям так. Потом, наоборот, энергия спадает, луна уменьшается, идёт. И нам в эти дни важно в режиме, знаешь, как я не скажу, ожидания, ну, доделывания дел, не начинать чего-то прям супернового, то есть куда нужно прям очень сильно вложиться, а именно на автопилоте. Да, вот такой момент хороший. Вторая половина лунного цикла, работаем на автопилоте. Потом мы обновляемся и снова начинаем работать. Вот она, мне очень нравится эта идея. Я сейчас просто прислушиваюсь, анализирую, как у меня организм чувствует. И вот прям сейчас жду периода, когда она снова обновится, да, будет полнолуние, потом новолуние. И как это будет? Мне прям хочется каждый день прописать, какой день цикла и что нужно в этот день делать, плюс вот эти недельные циклы. Обещай, что ты нам это дашь. Обещай. Обещай. Сейчас я повинуюсь, шеф. Я это дам после того, как, ну, хотя бы два цикла проживу в этом состоянии. Это долго ждать. Таня, ну, сейчас только первый цикл для меня начнется. Поэтому мне хочется понять, насколько это, да, ну, надо же проэкспериментировать, как. Я же не могу сказать, да, это работает в процентах. Я только услышала, мне понравилась идея. Я думаю, что здесь есть очень классное зерно, потому что ведь реально у нас вся природа живет под циклом. У нас есть день и ночь, у нас есть времена года. Это тоже, да, вот солнце вокруг, мы вокруг солнца движемся, луна вокруг нас. А почему бы и нам не начали? Цикл три недели. Период. Определенный цикл. Ну, да. Никуда ты, поэтому если... Везде все складывается из определенного количества и ограничений, и, ну, вот фиксированных каких-то, да, периодов, в них все равно устраиваться приходится, однозначно. Да, 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 да. И, говорю, если, ну, по крайней мере, вот как я уже сказала в самом начале, что мне тяжело в жестких рамках жить, поэтому мне проще, да, ориентироваться на то, что рекомендуется, планирую сама. Да, я ведь никому, я не сказала сейчас, что в воскресенье нельзя убираться. Ну, то есть, как бы... Нет, конечно, не до такого. Это просто вот направление. Да, нельзя в воскресенье. Да, да. Ой, у нас 28 часов.